МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. Крещение – один из главных христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются рождественские святки. Он начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский сочельник. Наша съемочная группа вместе с православными прихожанами встречала великий праздник Богоявления на святом источнике в Савеево. Начался праздник Крещения Господня 18 января в храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Протерей Виталий совершил праздничную литургию и осветил воду. Саму крещенскую полночь в нашем городе принято встречать молебном и водосвятием на источнике слезы Казанской Божьей Матери в Савеево. По традиции на молитву собираются верующие не только из Десногорского прихода, но и из окрестных деревень и даже из соседних областей. После праздничного молебна отец Виталий опустил в источник крест. Именно он в эту полночь служил и Орданию для десногорцев. И вода после этого стала Великой Агиасмой, то есть Великой Святыней. И потянулись прихожане к источнику набрать святой воды и унести её с собой домой, чтобы целый год освещать ею свои жилища и лечить болезни своих близких. Самые отважные окунулись в купель, чтобы смыть святой водой телесные грехи и обрести благодать духовную. Повышение налога на имущество в 2017 году. Новый налог россиянам придётся платить уже с весны этого года. Владельцы недвижимости внесут оплату за 2016 год. Решение изменить методику налогообложения правительство приняло с целью увеличить поступление в бюджет. Чтобы приблизить стоимость недвижимости, которая берётся за основу для расчёта налога до рыночного уровня, правительство решило изменить методику её определения. С этой целью чиновники заменили инвентаризационную стоимость кадастровой. Расчёт кадастровой стоимости недвижимости осуществляется с учётом таких показателей, как расположение дома, в каком районе города находятся строения, развитость инфраструктуры, близость к социально важным объектам, наличие в доме охраны, парковки и другого обслуживания. Определяется кадастровая стоимость независимыми экспертами по оценке недвижимости и обновляется не реже, чем один раз в пять лет. В России ужесточён контроль за продажей лекарств. 70% из них, в том числе любые антибиотики, некоторые противовирусные, а также многие сердечно-сосудистые препараты, отныне не должны продаваться в аптеках без назначения врача. С нового года контроль за отпуском лекарств в аптеках осуществляет Росздравнадзор. И штрафы за нарушения ужесточились. За продажу лекарств из списка без рецепта фармацевту грозит взыскание от 5 до 10 тысяч. Юридическим лицам – до 100 тысяч рублей. Кроме того, по решению Росздравнадзора аптеку могут закрыть на три месяца. «Россиян ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат», заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Министр добавил, что роль на процесс роста зарплат сыграла реализация указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе. При этом рост безработицы в России не ожидается. Скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. 17 января глава города Вячеслав Седунков провел очередное плановое совещание. Несколько вопросов, которые обсуждали руководители комитетов администрации, представляют интерес для широкой общественности нашего города. Какие именно – в нашем следующем сюжете. В своем докладе глава сообщил, что все службы готовы к проведению массового молебна на святом источнике в честь великого православного праздника – Крещения Господня. Заместитель главы Сергей Тощев доложил, что с 16 января запускается процедура формирования нового состава общественного совета. «Право выдвигать кандидатуры имеют некоммерческие организации, которые осуществляют свою деятельность на территории муниципального образования не менее одного года. И каждая некоммерческая организация имеет право выдвигать в эти три части по одному кандидату. То есть три кандидатуры. Десногорский городской совет, то есть обращение пишет городской совет, главе муниципального образования, ну и в администрацию. Опять же, в администрацию для того, чтобы можно было сформировать третью часть». Полную информацию о проведении мероприятий по формированию совета можно получить на официальном сайте администрации Десногорска. Заместитель главы Вера Евсюкова познакомила всех с краткой информацией об итогах работы административной комиссии в 2016 году. «Проведено 22 заседания. Было рассмотрено протоколом 415. По статьям, которые предусматривают зачисления в бюджет города Десногорска, было вынесено штрафов на сумму 709 тысяч рублей. Взыскано у нас было в прошлом году 367 тысяч рублей в бюджет города. Но основные статьи, которые рассматриваются на комиссии, это статья 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан». Было рассмотрено 110 протоколов. И статья 17.4 «Нарушение запретов, установленных правилами благоустройства территории городского округа». Было рассмотрено 186 протоколов. По сведениям из медсанчасти, уровень заболеваемости ОРВИ высокий, гриппа в городе нет. За прошлую неделю население города увеличилось на четыре маленьких десногорца. Председатель комитета по образованию Римма Овечкина доложила, что 22 января в 4-й школе пройдёт отборочный тур инженерной олимпиады. А также в январе во всех школах города пройдут дни открытых дверей для будущих первоклассников. В Смоленской области снова подорожал бензин. Литр 92-го бензина подорожал на 20 копеек. Теперь его цена – 34 рубля 40 копеек. Литр 95-го добавил 30 копеек. Его новая стоимость – 38 рублей 40 копеек. Стоимость зимнего дизельного топлива не изменилась. Почта России внедряет электронные очереди в отделениях. В конце прошлого года уже было установлено 150 систем электронной очереди. 100 в Москве и 50 в регионах страны. В наступившем году по всей России будет установлено ещё 1350 электронных очередей. В макрорегионе «Центр» в течение 2017 года ещё в 900 отделениях заработает электронная очередь. Это позволит значительно сократить время обслуживания посетителей и даёт объективный контроль за результатом работы каждого оператора. Отголоски Великой Отечественной войны продолжают находить в Смоленской области. На одном из предприятий облцентра во время строительных работ была обнаружена бомба. На неё наткнулись рабочие во время расчистки территории. 100-килограммовая авиационная бомба советского производства была изъята сапёрами и уничтожена на специальном полигоне. В Рослицком районе полицейские задержали подозреваемого в карманной краже. Местный житель, 85-го года рождения, распивая спиртные напитки в компании с ранее судимыми друзьями, лишился сотового телефона. Когда не нашёл своё мобильное устройство, он обратился за помощью в полицию. Материальный ущерб заявитель оценил в 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции в ходе разыскных мероприятий задержали подозреваемого в краже. Он признал свою вину и теперь ему грозит срок до пяти лет лишения свободы. С начала этого года в области участились случаи суицидов у подростков. 13 января 15-летняя смолянка покончила жизнь самоубийством. А 18 января врачи еле успели спасти юношу, который перерезал себе вены. Что толкает подростков на такие отчаянные поступки и почему они часто уходят из дома, выясняла наша съёмочная группа. Случаев суицида среди подростков в Десногорске нет, но в последнее время инспекторов по правам детей тревожит печальная статистика по самовольному уходу детей из дома. Только за 10 дней уже этого года зафиксировано два случая, а причины печальные. За ненадлежащий присмотр за ребёнком и за самовольный его уход на родителей накладывается административная ответственность. Каждый ребёнок, которого дома не понимают и не слышат, а также родители, которые столкнулись с самовольными уходами своих детей, всегда могут обратиться за помощью на телефон горячей линии психологической помощи, которая уже много лет существует у нас в области. По данным информагентства ТАСС, две группы дипломатических работников из Польши получили отказ во въезде в Россию из Республики Беларусь. Произошло это потому, что в Смоленской области отсутствует пост пограничного контроля по пропуску иностранных граждан в Российскую Федерацию, кроме жителей Республики Беларусь. Полякам с дипломатическими номерами на автомобилях отказали во въезде и предложили пересечь границу соседней области. 22 января в школе номер 4 стартует отборочный тур инженерной олимпиады школьников. В ней могут принять участие ученики с 9 по 11 классы. Задания посвящены современной инженерной физике и не выходят за рамки школьного курса. Финальный тур состоится 12 февраля. Все победители и призеры Олимпиады получат значительные льготы при поступлении в ВУЗы Российской Федерации. Все участники должны зарегистрироваться в информационной системе НИАМИФИ. Адрес сайта вы видите на экране телевизора. И в завершении выпуска немного о спорте. Два дня, 18 и 19 января, в Десногорске проходил второй региональный этап игр по баскетболу среди школьных команд. Все подробности в сюжете. Участие в соревнованиях принимали школьные команды юношей и девушек из Десногорска, Ельни, Рославля и Починка. Игры проходили в круговую, то есть каждая команда смогла поиграть друг с другом, тем самым показав свое мастерство. Динамика игр захватывала. Спортсмены прикладывали максимум усилий для достижения победы. В Десногорске уже более полтора года работают баскетбольные секции. И юные десногорцы проявляют к этому виду спорта большой интерес. Полтора года назад, когда я приехал, мы ходили по школам, но не могли найти детей, желающих играть. Но прошел год, какие-то действия произошли, были соревнования, были выезды у каких-то ребят. И соответственно дети увидели, что такое баскетбол и активнее пошли заниматься баскетболом. По итогам соревнований среди девушек первое место заняла команда города Ельня, на втором месте – Рославчане. А наши юные баскетболистки оказались на третьем месте. Об итогах соревнований юношей мы расскажем вам в следующем нашем выпуске. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова